здравствуйте здравствуйте стефан васильевич рада нашему знакомству и конечно возможности задать вам вопросы которые сегодня волнуют многих ну вот скажу сразу чем вы меня удивили прям сходу как так случилось что у основателя центра экстрамент нет своего кабинета то есть я тут так пообщалась уже с людьми и говорю вы мне расскажите где тут у него кабинет там должно быть два кресла наверно да телевизор все мне кажется знаете у него был кабинет но он отдал его под палату правда да все правда вопрос то что мы начали работать еще в те года в восемьдесят пятом году прошлого века и тогда так было принято что я работал в унгенах главным маршрут гинекологом зав родильным домом и так было как-то принято что заведующее отделение я был и рай гинекологом у нас был всего лишь одна ординаторская где мы свободно работали другой врач ординатор я еще не унатолог и никогда не было никаких нуансов что обязательно мне нужен кабинет что я рай гинеколог что я за в отделении что мы принимаем 3000 родов в год что мы консультируем весь район и так далее в принципе этого не нужно я считаю в принципе что вот это грандомания или кабинетомания которая у есть очень многие вообще она не должна быть зачем именно очень многим чиновникам даже если если даже я знаю главный менеджер того или иного медицинского через зачем очень маленький кабинет и еще и другое начиная вот с тех лет когда я был уже на специализации в голландии в германии а самое главное в японии когда были были мы несколько лет назад самое такое удивительное было что у профессора с мировым и ним именем мацацура и омота это нейрохирург с мировым именем у него кабинет кабинет два на два с половиной метра и в этом кабинете он проводит все он является научным руководителем различных работ и профессорами тогда и действительно нет необходимости если вы станете депутатом у вас будет там тоже маленький такой кабинет по крайней мере в парламенте у вас будет кабинет ну если серьезно сейчас давайте так вот смотрите в молдавской медицине вы сделали себе имя все вас знают и вот слышу ваше решение балтируется в парламент а парламент это всегда политика кто бы вам что не говорил вот зачем и почему пояснить в принципе для того чтобы дойти вот до этого решения я считаю что сзади любого человека должно быть очень много опыта и должно быть настолько сильная мотивация что в принципе уже дальше некуда почему потому что в принципе мы знаем две медицины мы знаем медицину которая была в бывшие советского союза это медицина просимашку это бесплатная медицина для всех и так далее которые все расходы покрывали за счет государства в принципе мы работали в эту медицину и я очень рад что мы были воспитаны именно в той медицине потому что некоторые основополагающие принципы врачевания мы именно в той медицине могли брать тогда для нас не было сильная мотивация заработная плата мы должны просто действительно врачевать делать для людей именно ту медицину который нужно было делать в принципе мы врачи не всегда можем выражать свое недовольствие в принципе перед политиками перед не перед кем даже перед пациентом ты не имеешь права но когда мы видим что в принципе 30 лет и каких-либо реформ которые действительно были конечно очень многие реформа неправильно было сделать страховая медицина и бы разделение медицины первичной медицины до стационарной помощи тогда и так далее но понимаете от этого очень многим пациентам не стало лучше это первый момент что от этого вот от той медицины который на сегодняшний день меня например как врача акушер гинеколога доцента на кафедре меня это не устраивает потому что я вижу каждый день что наш гражданин недоволен это первый момент и второе наша законодательная база в медицине нуждается в очень-очень серьезно серьезном пересмотре почему потому что вы не найдете ни в одной стране ни в одной стране не изучил очень хорошо медицину и состояние медицины или системы здравоохранения в очень многих стран ни в одной стране нету такой медицины где деятельность врача может быть значит оценена только прокурором и судьями в принципе у нас нету три больших законов которые в принципе были и в пользу врача и в пользу пациента первое у нас нету закона о малпраксе нет этого закона которым должен был быть еще 30 лет тому назад у нас нету коллеги врачей которая бы дала определенную значит оценку деятельности врача вот врач он в принципе покажите мне хотя бы одного врача который хочет зла или плохому своему пациенту нету таких врачей то есть вы хотите влиять на процесс и принимать участие в разработке тех законов о которых вы сейчас сказали ну вот вас сейчас послушают наверное ваши коллеги врачи те которые были депутатами кто-то пожелает вам наверное даже удачи а кто-то так глубине души скажет ну конечно он думает что он сейчас придет и горы там свернет а на самом деле работа в парламенте устроена немножко иначе там есть свои проблемы есть сложности это я к чему все говорю потому что в парламенте как я уже начала с того что очень много политики много различных как вы знаете политических течений да вот мнение политическая борьба и вот господин гацкан мог пойти независимым кандидатом а господин гацкан пошел от партии социалистов или мог еще он может быть от какой-нибудь партии не знаю я не знаю ваших взглядов объясните пожалуйста почему такое решение мои взгляды я действительно согласился чтобы я был видно выдвинутый по 38 округа от партии социалистов почему потому что в принципе вся политика партии социалистов про социальное про социальное и реальное даже вот на днях я смотрю тот пакет который продвигает предложил президент президент самого начала я смотрю уже и комиссия которые по медицине и социальным проблемам то же самое вот мы предлагаем те нуансы которые улучшить хотя бы чуть-чуть жизнь и и доступность этих людей которые живут в селах потому что другие нуансы что касается медицинской помощи в центрах и в городах более или менее это еще близко к человеку позволяйте иногда вот вклиниваться чтобы у нас получала с вами беседа да потому что вы заговорили о президентских инициативах а я для наших телезрителей напомню да президент сказал что он сказал так больше ни одна больница в районе не закроется да так сказал заявил что он будет возобновлена программа доктор для тебя там различные скрининги вот вот да стоматологические консультации лечения детей вот то что мы в принципе все смотрели ну и тогда спрашивают люди а хватит ли на это у нас ресурсов средств вы как врач вы видите что эта программа при что называется рвение достаточно да она способна воплотиться я вижу например что эта программа может воплотиться при том что у нас уже имеется определенный опыт в этом в этих программах первое почему потому что центр например кишины кишинев да имеет достаточно врачей дать достаточно специалистов на уровне даже резидентов которые не загружена на сегодняшний день и имеется очень много врачей особенно в научных центрах особенно в республиканских больницах где не всегда вот загружен до конца тот или иной специалист и поэтому я считаю что это абсолютно безобидно если в принципе имеется так называемые выездные консультации для одного или другого специалиста почему потому что вот видите у нас был прекрасный опыт в районах когда рай акшер гинекологи все мои 16 акшер гинекологов в районе вунгена каждый месяц имели выезд по 1 2 выезда в селах непосредственно на уровне фапов где они проводили консультации хороший опыт конечно хороший опыт потому что тогда уже практически восемьдесят девятом году мы мы у нас был 95 98 процентов охвата онкопрофосмотров практически у нас было очень мало женщин которые невозможно было охватить обычным онкологическим профилактическим я не говорю уже о том учете беременных женщин которые были очень четко разделены на три группы и так далее я мог я знал тогда в любое время дней и ночи сколько у меня в районе женщин с рубцом на матке сколько у меня женщин с эстрагентальным заболеванием сколько мне беременной из социальной группы которые с алкоголизмом с другими там нуансами и так далее естественно что в таком случае это было легко естественно что в таком случае мы до 90-х 90-х годов мы снизили ощутимо перинатальную смертность в материнскую смертность заболеваемость детей до до 5 лет смертность до 5 лет это именно за счет именно вот этого хвата я вот читаю вас и одна фраза ваша система медицинского страхования остается функциональной однако требует адаптации к нынешней ситуации совсем недавно вы это сказали что вы понимаете под адаптации если можно кратко вот как адаптировать понимаете я уже вижу эту систему в течение больше 10 почти 15 лет не знаю систему страховой медицины страховую медицину по большому счету нужно превратить из большой бухгалтерии именно страховую медицину медицину которая сделает определенные исследования где нужно больше направить этих денег по финансированию и больниц в частности и других может быть и условий для финансирования казусов для пациентов не только распределение исходя из того сколько какое количество коек и исходя из того какая площади данного стационара меня этого не должно и страховой компании не должно этого интересовать меня интересует конечный результат сколько пациентов вы вылечили и действительно сколько из пациентов сказали да я доволен системой здравоохранения потому что я пришел только страховым полисом я получил значит медицинскую услуги от начала и до конца вот это я хочу чтобы это было краеугольным камнем в эффективности тех денег которые мы распределяем из страховой и страховой компании я не могу вот ваш взгляд ведь совсем недавно у нас появился единый номер 112 вы знаете очень большое количество нареканий вызывает то что мы имеем на сегодняшний день это когда у нас не хватает врачей которые работают на скорой когда вместо врача книга то я не врач а фельдшер когда есть новый протокол вообще другое и поэтому протоколу очень ограничены я бы сказала так обязанности врача врача или фельдшера того же скорой помощи вот скажите мне пожалуйста вот это вот калька которую мы ее собственно говоря перенесли западных образцов на наши вообще понравится нет в принципе очень многие нуансы начинают протоколов и кончая вот этой грандоманией создание е-медицины и так далее которая до сих пор еще не введена и так далее мы ее не сделали бы просто делали вид что и мы и сделали и те же самые протоколы которые вы говорите некоторые протоколы нужно во-первых пересмотреть что означает протокол который он был сделан клинический протокол по тем или иным ситуациям даже в обществе гинекологии из этих которые мы имеем сколько там 80 100 с чем-то протоколов их нужно пересмотреть их нужно пересмотреть каждый два-три максимум пять лет потому что некоторые уже не соответствует тем той результативности которой мы ждем конечно этого происходит медленно как-то все нужно создать другой механизм который дал бы возможность пересмотра и утверждение именно вот этих протоколов совсем по-другому потому что личная помощь вот этот 112 вам это нравится в принципе это очень хорошая система но опять же пока эта система сработается почему потому что здесь должно быть очень серьезное обучение тех диспетчеров которые стоят у телефонов это первое второе должно быть очень четкое разделение обязанностей между всеми службами потому что тот который стоит непосредственно телефон то диспетчер он должен обладать знаниями и психолога и медицинской медицинской знаний медицинские знания и некоторые знания ургентных ситуаций скажем то что характерно для различных аварий и так далее так далее очень часто нужно делать тренинги в принципе в медицине в любой службе или в любой скажем в любом механизме который требует вовлечения очень многих служб нужно делать постоянные тренинги это не нужно просто ждать что где-то что-то и действительно тот или иной специалист он прекрасный специалист но он не 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 адекватно будет делать те или иные действия потому что они получают ту информацию адекватно ну про тренинги дас соглашусь но если начинать вообще сначала то давайте тогда расскажем о проблеме кадров все на существует нехватка врачей не первые значит не первый год об этом говорим а ведь ситуация какая интересна все хуже и хуже наши когда стали вообще паниковать когда врачам молдавским разрешили практиковать в румынии говорили господи кто здесь останется и вот на этом фоне смотрите что мы видим мы видим что у нас то не уменьшается число студентов которые оканчивают медуниверситеты но вот еду я недавно да вот пятачок где эти у нас клиники там онко центр республиканская да смотри так много много студентов и очень много иностранцев и с одной стороны смотрите учим да понятно мы их учим за деньги там все эти вопросы это совершенно ясно но стране когда не хватает своих собственных специалистов вот мы делаем так вы как-то у вас есть решение это решение требует многогранные подходы и очень и так сказать и мотивированный подходы к этом почему потому что в принципе у нас имеется резкое снижение рождаемости хотим и не хотим во всех высших учебных заведений у нас имеется уменьшение количество студентов особенно что касается вот в этом году впервые медицинском институте даже большого конкурса как таково не было и так далее естественно что один из моментов который мы должны делать мы должны делать очень хорошую инфраструктуру и конечно еще несколько лет год два три и так далее и мы не сможем остановить вот этот экзот то есть и ухода специалистов там где они мотивированы именно материально заработной платой потому что если специалисту по окончании медицинского института помимо тех нас которые было сделано и сделали очень многие начали в министерство здравоохранения и так далее по по мотивации это недостаточно то есть определенная единовременная компенсация если он уезжает работать сельской местности в районном центре и так далее и для медицинских для врачей для среднем медицинского персонаж это недостаточно помимо вот этого мы должны иметь очень сильную мотивацию по развитию самой инфраструктуры это очень важно это обеспечением жильем это 2 и 3 очень мотивированную заработную плату с самого начала почему потому что заработная плата у врача она не может быть на уровне одного шофера троллейбуса или скажем другого специалиста потому что все таки это 10 лет учиться в институте и чтобы мотивировать чтобы остались эти врачи у нас это нужно на сегодняшний день вот если бы мы могли этот вопрос решить сегодня хотя мы этот вопрос не можем решить сегодня со временем в течение нескольких лет мы решим этот вопрос но это нужно сегодня заплатить всем врачам который начинает свою деятельность ну минимум 20-25 тысяч лей минимум потому что он должен создать семью понимаете он должен постоянно читать и находиться и иметь время для того чтобы заниматься самообразованием для этого нужно и ноутбук это нужно иметь и и условий и правильно питаться и так далее поэтому понимаете он буду будет вынужден работать в нескольких местах хорошо если это в кишневе или в районах где можно работать и в государственных учреждений и частных учреждений но если это на уровне сел на уровне районов где нет такой возможности естественно что там нужна совсем другая мотивация для этих врачей ну и у государства есть мотивация растить те кадры которые нужны штефан васильчин вот я когда вижу различные медицинские центры и кабинеты как хотите их назвать ну вот кого больше всего стоматолога согласитесь у нас стоматология просто на каждом углу то есть иностранец когда к нам приезжает то он наверное думает что мы страна у которого очень плохие зубы наверное нам нужно лечить всем хронически но мы то с вами понимаем что времена меняются и кроме стоматологов нам нужны и другие нам нужно наверное не знаю ну что время требует эпидемиологи наверное вирусологи ну что то же сейчас вот как меняется ждать до запрос на различные мы вообще никак на это не реагируем почему государство не занимается этими вопросами почему у нас стоматологи гинекологи ничего личного да еще там ряд каких-то специальностей а не менее важные ну как то понимаете приватная медицина она не может быть для очень дорогостоящих услуг в медицине трансплантология никогда она не 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 будет скажем или очень я знаю только в очень высоко цивилизованных странах может быть и частной другие сферы медицины начинают в тизиопульмологии инфекционные заболевания матери ребенка то есть полностью комплекс услуг которые оказываются в центре матери и ребенка тоже невозможно почему потому что это очень дорогостоящие процедуры и тогда когда некоторые услуги медицинские возможно будет для приватных учреждений чтобы законодательство поменялось таким образом чтобы разрешить некоторые коплаты да вот скажем пациент он имеет право обратиться где он хочет и страховая компания должна ему вернуть то количество денег который идет на тот или иной в тот или иную процедуру медицинскую скажем просто аппендицит но он хочет чтобы аппендицит он взял и сделал специалисты которые работают в приватном учреждении никаких проблем для этого я думаю что он должен получить этот пациент то тот та сумма денег которая идет на эту услугу если бы он это сделал в государственном учреждении а остальное то что идет для услуг в приватном учреждении он заплатит дополнительно из своего кармана так такую услугу тоже нужно ввести потому что в принципе мы должны делать и государственные учреждения чтобы обеспечили полностью потребность людей в медицинских услугах я говорю полностью начиная от ургентности и кончая охранное здоровье матери ребенка я не говорю уже о тех нюансов которые связаны с психиатрией связано с физиополимологией и так далее и так далее это это эти вопросы вообще не нужно даже поднять это нужно просто взять и делать потому что так чтобы человек имел возможность только страховым полностью полностью решить вопросы по медицинскому это сложно потому что даже страны которых развитые страны на которых мы пытаемся вот сейчас равняться многие там да по крайней мере говорят вот там на западе все так хорошо видится разные страны разный опыт почитаешь вот там как в италии там так там люди за два месяца записываются на бесплатную какую-то там не процедуру а даже на консультацию да то есть есть свои проблемы в штатах там страховки страховки там я знаю что очень разные у людей и как-то там нет единой системы ведь у всех есть там ну канада хорошо там у них много бесплатного ну то есть нельзя наверное копировать нужно наверное сами я к этому не нужно копировать потому что идеальной системы здравоохранения в мире нет на сегодняшний день не существует это нужно признать но все равно мы должны и мы это сделаем для того чтобы делать медицинские услуги общедоступными для всех граждан республики молдова даже для тех которые по тем или иным причинам они уехали из страны но на какой-то каком-то этапе особенно связано это и было сказано и премьер-министров значит тех которые пенсионеры которые находятся они имеют полное право прийти и получить медицинские услуги в полном объеме здесь у нас ну давайте затронем и модную нынче тему коронавирус все говорят у нас немножко есть дефицит в плане информации что как у нас это происходит у нас как бы ограничиваются только говорят ну нет случаев нет случаев ну хорошо хорошо что случаев нет да но вы вообще как считаете если действительно это эпидемия пандемия как потом это будут называть я не знаю не хочу думать о плохом но мы способны будем наравне не знаю там с нашими соседями противопоставить какие-то какую-то защиту или нет вообще медицина будущего это медицина профилактическая которая должна думать и должна быть направлена на предупреждение особенно пандемии то есть эпидемии различных заболеваний не только не только этот вирус горит от летучих мышей до змей там как вот правильно потому что мутация вирусов в принципе у нас есть очень много заболеваний особенно респираторные заболевания которые вызваны различными ротовирусом коронавирусом и так далее но здесь просто имеется это новая мутация данного вируса и вирулентность скажем данного вируса очень высокая конечно в таком случае мы уже прошли через свиной грипп через птичий грипп и так далее конечно мы имели очень большие санитарные потери мы имели очень много потери даже я могу сказать среди беременных женщин мы имели по 5-7 случаев материнской смертности только из-за этих эпидемий на сегодняшний день конечно мы не можем полностью сказать что мы полностью обеспечим скажем безопасности гражданам почему потому что на сегодняшний день во всех странах есть одно есть очень большая миграция очень большая миграция которые не можем контролировать другое дело что китай у них имеется совсем другая дисциплина и еще и другой не просто дисциплина там у них имеется самодисциплина если сказано что нужно делать так так они все будут делать так у нас этой самодисциплина практически нет но учитывая то что возможности по диагностике на сегодняшний день ни у кого нету даже в соседних странах и так далее все тесты по по выявлению коронавируса именно нового штамма конечно это нужно делать и в Европе или в Австрии или Германии и так далее но в принципе создать очень четкие изолирующие механизмы для того чтобы не распространился вот этот вирус от больному к здоровым это возможно почему потому что система здравоохранения у нас может позволить потому что вы должны знать что концентрация людей на одном километре квадратном километре в Молдавии выше чем в Китае выше чем в Китае здесь единственное что нам не хватает нам не хватает просто самосознание и не хватает самодисциплина вот это больше всего я боюсь а чего нам не хватает Штефан Досилевич когда мы узнаем вот информацию о том что наши граждане в принципе прививки у нас тут у нас нет этой культуры не прививаются вот чего нам не хватает почему когда речь заходит о том что вот будет в этом году грипп примерно такой вот есть вакцина а наши граждане не доверяют вот чего не хватает они не доверяют только по одной причине потому что масс-медиа появляется столько дезинформации потому что информация к великому сожалению доходят до людей намного тяжелее чем дезинформация слух к великому сожалению доходит тяжелее чем стук вот здесь такая не надо прям так во всем СМИ винить нет но в принципе это так нужно говорить почему потому что вот видите никто не может запретить дезинформацию Как можно на сегодняшний день написать такие статьи, притом с какими-то еще знаменитостями, что вот они тоже не прививают детей и так далее. Когда это делают все. И уже история, в принципе, прививок показала обратное, что мы, в принципе, предупредили, начиная от ВОСПа, чумы, корь, коклиш, дифтерии и так далее. Все вот это мы уже в прошлом, понимаете как? Я знаю, что можно противопоставить этому. Нужны просто грамотные компании государственные для того, чтобы и привлекать к этим компаниям известных людей, которые делают эти прививки, чтобы мы это видели. Вот тогда как бы мне кажется, что... Я думаю, что мы дойдем до этого полного самосознания, что лучше всего предупредить, чем лечить любое заболевание. Это правда. Если вы станете депутатом, господин Гацкан, вы прекратите принимать ВОДы, оперировать? Потому что, я вам скажу, у вас будет очень много заседаний. Потому что это одна из обязанностей. Во-первых, я работаю на кафедре в университете, государственном университете медицинском имени Клайта Семицианова. Конечно, свои педагогические, скажем, активности, да, я не согласен и законодательству, депутатам разрешается. Поэтому тех двух-четырех резидентов, которые я должен буду вести, это я буду вести. Почему? Потому что процесс обучения, он тоже очень важен. Вы понимаете, если, скажем, тех резидентов, которые я готовлю, или тех лекций, которые читаю резидентам, курсантам, врачам, которые приходят на практику. Другое дело, что нужно будет перестроить график таким образом, что, в принципе, с шести до восьми можем вот это делать. В центре матери-ребенка или в другом клинике, которая имеет контракт с государством учреждений. В принципе, конечно, я буду ограничить в частной клинике, в принципе, или, скажем, для частной цели, я это не имею права делать. Но что касается своей педагогической деятельности, я это буду делать очень честно, аккуратно. Потому что подготовка врачей всегда требует очень большого труда и очень большой ответственности. Для меня очень важно, сколько после меня останутся врачей и тех докторов, которые смогут стать намного лучше, чем я. Для меня это своего рода свои дети, как свои дети, понимаете? И второе, для любого врача, профессора, понимаете, Бог тебе дал не просто медицину, Бог тебе дают всю жизнь дать экзамены. И вот когда твой резидент, студент станет лучше, чем ты, тогда ты перед Богом сдал прекрасно этот экзамен. Поэтому я не откажусь от этого экзамена. Я буду продолжать и на кафедре ультозвуковой диагностики, и на кафедре окширства гинекологии. То есть это нужно делать вне время, естественно, что... Я не понимаю до сих пор, как, скажем, в парламенте отсутствует на заседаниях, не только вот этих заседаний, которые имеются очередные парламенту, но масса других нуансов, комиссий там, каких-либо других решений. Потому что это изъявляет же волю народа, понимаете, не имеет права. Не имеет права депутат, это не только аморально, но это, по-моему, нет никакой критики. То есть вы будете дисциплинированным депутатом. В этом плане вы будете постоянно монетаризировать. Посмотрим. Смотрите, вот что вы еще сказали, я эту фразу тоже выписала. Акушер-гинеколог должен любить свою профессию и пациентов не как самого себя, а как Бога. А что должен делать депутат? С акушером-гинекологом понятно, да. А депутат? Понимаете, я, в принципе, не имею опыта еще в политике, но я окончил юридический факультет, честно окончил юридический факультет, я окончил уголовное право. Мне нужно было это окончить для того, чтобы иметь возможность, чтобы защитить несколько диссертаций для своих докторантов, именно на стыке акушерства и гинекологии и уголовное право. Да, у вас докторское менеджмент оказания услуг в акушерстве и гинекологии в условиях частной клиники. А теперь вам придется думать широко и по государству. Потому что сейчас я получил аккредитацию на руководителя диссертации по менеджменту медицинскому и, кроме того, по акушерству и гинекологии. То есть, в принципе, у меня две дисциплины, в которых я могу быть руководителем для докторантов. Это очень важно. Почему? Потому что когда... И другая диссертация, одна из диссертаций, которую я хочу все-таки довести до конца, это называется «Моральная юридическая ответственность врача-акушер-гинеколога в современных условиях». Есть такое в современных условиях моральная ответственность? Конечно. Это очень сложно, потому что раньше это было одно, сейчас... А как вот, да, как привлечь? Вот я хочу посмотреть, что получится из этого. Почему? Потому что, в принципе, очень много проблем у нас есть где? На стыке наук. Вот, скажем, право и медицина. Медицина – общество. Медицина – политика. Или, наоборот, другие, скажем, медицина, трудовая деятельность, судей, прокуроров и так далее. Вы готовы оказались? Да, я закончил, честно, без того, что иногда говорят, что вот диплом один... Нет, то, что я закончил. Я даже помню, значит, мою курсовую работу по уголовному праву. У меня было уголовное право для трех звеньев. Да, это у несовершеннолетних летних, это у рецидивистов и уголовное правонарушение, значит, в больших масштабах, при коррупциях и так далее. Вот такая... Вы знаете, это хорошо, что вы в уголовном праве, потому что если вы будете... Ну, раньше было... У нас вот как бы сейчас оказываются под следствием люди с высокими фамилиями, вам эти знания пригодятся. Правильно, потому что они все должны знать, и в принципе депутаты, они должны знать какое-то право. Раньше это было уголовное право, а сейчас в целом заканчивает университет право, просто право. Я благодарю вас за эту беседу. Мне кажется, что вот вы немножечко с другой стороны сегодня раскрылись для наших зрителей, а для вас это сегодня важно. И важно, наверное, то, что вы как профессионалы идете к своей цели, и профессия у вас такая, действительно, одарить людям жизнь и делать для людей добро. По большому счету, то есть так разобраться, наверное, смыслы политики в том, чтобы делать добро. Так, вот, как вы говорите на стыке, вот мы так с вами эти сферы немножечко попытаемся совместить и вот это выделим. Дай бог, чтобы то, что мы намерили, чтобы у нас получилось очень важно для тех сел, не только для тех сел, которые имеются по 38-му избирательному округу, но вообще для сел Молдавии. Чтобы мы вот ту просоциальную политику и те меры, которые мы поставили в ближайшие годы, 3-5 лет действительно сделали. И действительно, чтобы мы вышли из этого водоворота, который называется постоянное падение Республики Молдова. Нет, я хочу, чтобы наша страна была процветающей страной. И я верю в это, потому что если бы я не верил, я имел всегда возможность уехать за границу, быть тоже врачом нормальным, потому что, в принципе, для меня это не проблема. И языки, и другие нюансы, и очень легко взять и делать дипломы, эквивалировать дипломы наши, и румынские, и за рубежом это. Но я не хочу этого, потому что я вижу каждый день, что очень много граждан за рубежом приезжают именно к нам, потому что, особенно вот для частных клиник, вы говорите, и с томатологом, очень много приезжает. Мы занимаемся практически медицинским туризмом, потому что люди за рубежа специально приезжают из Соединенных Штатов, из Англии, из Франции, из Германии. Он приезжает только для того, чтобы делать консультацию здесь, потому что там это недоступно. Мне это в одно и то же время радостно, но в одно и то же время это больно, потому что, понимаете, наши граждане не могут там получить ту медицинскую помощь, которую не заслуживают. Спасибо вам большое. И я думаю, нам осталось ждать не так долго, насколько ваши амбиции... Спасибо, Иван. И здоровья всем нашим гражданам. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.